нет приготовим наверное небольшое количество может еще на салат останется перед варкой ламинарию я оставлю на целую ночь отмокать потом хорошо промоем вот у нас прошла ночь он хорошо так размяк отмок сейчас его хорошенечко тщательно промою и уже буду варить хорошо промываем в общем пока промывала ламинарию такой нереальный запах сразу вернул меня в детство вернул меня на дальний восток когда у нас море пахнет именно вот этой вот ламинарии очень приятный аромат ребята смотрите существует два способа варки морской капусты есть однократная в пресной воде или соленой воде и двукратная у нас так как небольшое количество но и она не слишком толстая мы будем делать однократную варку здесь где-то миллиметра полтора-два толщина вот как делается однократно необходимо вот количество воды ну мы просто сверху покроем нашу ламинарию заливаем значит в кастрюльку и варим до готовности как понять что ламинария готова просто самую толстую часть мы прорезаем протыкаем вилочкой либо ножом если хорошо протыкается ну прям без препятствий значит наш ламинария готова по времени займет это минут тридцать может быть даже чуть меньше вот берем самую обыкновенную соль и на такое количество у меня уйдет чуть меньше столовой ложки без горки такая маленькая столовая ложка корейская целевую водичку прошло где-то всего минут пять я решила перевернуть это мероприятие на другую сторону все наша капуста готова она у нас легко протыкается вот если видите раз сейчас мы ее будем остужать мисо суп с тофу такой лайфхак если вы не потратили всю пачку тофу то можно слить вот эту воду залить обычной питьевой водой в любую тару закрыть крышкой и оставить еще на три дня и ничего тофу не случится разрезаем на такие вот кубики и режем нашу ламинарию на квадратики вот ламинария у нас разрезано на такие полосочки и затем на квадратики и у нас получились вот такие квадратики по размеру как по периметру как кубики и тофу из воды в которой варилась ламинария мы сейчас будем готовить мисо суп такая вот мисо пасты считается одна из лучших ее очень рекомендуют японские шеф-повара вот так вот вводится мисо паста в мисо суп чтобы все комочки разбились равномерно в воде что важно мисо паста не должна долго кипеть буквально вы ввели ее и выключаете мисо суп ваш готов добавляем немножко соевого соуса и чуть-чуть на кончике столовой ложки сахара добавляем морскую капусту нашу ламинарию ну что ребята наш мисо готов такой красавец приятного аппетита